привет всем нежным и игривым выдрятом в сегодняшнем видео мы вместе с нашей свиноной вас приветствуем и сегодня мы с вами поговорим про хорошую косметику за последнее время про то что вот прям сильно понравилось но можно сказать про фавориты и сегодня у нас кстати будет много ухода первое что мы должны сделать это мы должны все прикрыть как всегда а то тут у нас все видно это нехорошо все вот так вот красиво замечательно теперь можем лежать во всех позах и дальше уже начнем наконец-то говорить про тот самый уход про который я вам сегодня хотела рассказать но будет кстати не только уход но и декоративная косметика и так давайте начнем с чего бы нам начать начать я хочу с того что в последнее время мне очень сильно понравился знаете какой бренд ни за что не догадайтесь чистая линия потому что я думаю что ну чистую линию знают все и мы с вами периодически о них говорили естественно все знают вот этот скраб из абрикосовых косточек тоник с васильком все знают мы массу раз его обсуждали вот просто сколько лет существует мой канал но 7 лет даже 7 с половиной столько лет мы периодически упоминаем эти средства потому что они действительно хорошие в последнее время мне просто дико понравилось вот такая вот вещичка которую я покупала в магните помните был ролик про магнит косметик когда я показывала то что я там купила и я купила вот такой вот спрей для волос это типа как спрей кондиционер для волос который не термозащита а просто как бы спрей для легкого расчесывания для разглаживания и для блеска и купила я его за 110 рублей сейчас я видела что он стоит уже 170 рублей но настолько отличный он так мне понравился вот смотрите сколько осталось совсем чуть-чуть я уже заказала себе вторую баночку потому что я знаю что скоро он у меня весь израсходуется по сути это просто средство для того чтобы волосы были более ровные более блестящие и кстати на самом деле он помогает при укладке потому что хоть он не обладает термозащитой которая все-таки желательно если вы пользуетесь какими-то горячими укладочными средствами но тем не менее он помогает их так так вот как бы выгладить как-то растянуть то есть в этом плане он прям отличный и недорогой что важно я кстати хочу попробовать еще у чистой линии у них есть какая-то пенка для укладки и по моему лак никогда не пробовала у них эти средства поэтому думаю что нужно попробовать дальше у нас от чистой линии средство которое вот недавно заказала и это просто такое чувство дежавю потому что это вещь которая у них существует много-много-много лет это гель для душа который с ароматом черной смородины аромат здесь прям настоящих черно-смородиновых листочков и это такой запах такой потрясающий ядрененький такой ягодный аромат мне это напоминает дачу и у меня связаны какие-то теплые воспоминания еще с этим запахом потому что моя бабушка любила именно этот гель для душа и я его покупала я уже давно его не покупала себе но тут что-то как-то его увидела думаю ладно куплю и вспомнила вот это вот дачные ощущения какие-то знаете когда подходите кустику черной смородины едите эту смородину она такая вкусная такая сладкая немножко кислая а потом еще какой-то там этот клоп сидит и вы случайно взяли ягодку на которой он посидел и что-то там у вас уже не такие радостные ощущения от этой черной смородины но ничего просто нужно хорошо смотреть и хорошо следить чтобы какого-нибудь клопа случайно не съесть в общем гель для душа обалденный стоит кстати он рублей наверное где-то 170 кстати тут многие удивились когда узнали в ключе последних событий что вообще-то чистая линия принадлежит компании Unilever это британская компания которой принадлежит очень много брендов в том числе DAF например и Unilever они же заявили что они прекращают экспорт и импорт с России то есть они не вывозят и не ввозят продукцию но тем не менее у них вообще-то есть заводы в России которые ну на данный момент продолжают работать а помните чистая линия раньше принадлежала концерну Калина и собственно так и принадлежит но концерн Калина в свою очередь принадлежит сейчас как раз вот этой компании Unilever и у меня кстати есть подружка которая из Екатеринбурга и она так сильно удивилась потому что ну собственно концерн Калина то местный Екатеринбургский концерн и она говорит ничего себе я не знал но на самом деле это давным-давно случилось то есть Калину давным-давно это Unilever купил но хорошо что продолжают работать и чистая линия хороший бюджетный бренд пока что остается с нами так что у нас дальше 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 у нас артефакт вот такая вот пенка которую мы с вами нашли в их бьюти боксах которые они выпускали на 8 марта и это потрясающая пена которую я уже дарила своей подружке она ее хвалила хвалила и она действительно супер классная это пенка которая для умывания с энзимами здесь содержится папаин и это супер мягкая пена которая идеально очищает лицо вот эти энзимы папаи они делают легкое-легкое отшелушивание но при этом они прям мягенькие то есть это как бы и пенка для умывания которая смывает всякие остатки загрязнений сами загрязнения но она не предназначена для снятия макияжа все-таки это немножко для другого плюс еще делает небольшой такой вот легкий пилинг кожи просто очаровательная пенка и я в восторге от нее вообще у артефакта конечно классные средства 670 рублей видела на маркетплейсах стоит такая пенка дальше у нас из того что в последнее время понравилось но это вот прям даже не знаю даже не знаю как вам показывать если здесь есть мужчины которые смотрят сейчас этот ролик то дальнейшая информация скорее всего не для вас но пока мужчины еще не ушли напоминаю всем подписаться на мой телеграм потому что там у нас общение там у нас классно хорошо приятно и дружелюбно а еще подписывайтесь обязательно на группу вконтакте потому что там очень скоро будут выходить наши новые видеоролики и все ссылки будут в инфобоксе под этим видео не ждите скорее подписывайтесь так вот разговор-то у нас про что разговор у нас про прокладки тут случилась такая ситуация интересная на днях что куда-то из магазинов пропали прокладки в общем прошел какой-то очередной панический слух что все прокладки делаются не в России в России не делается никаких прокладок и все мы теперь умрем без этих прокладок потому что ничего не останется ну и разумеется паника сыграла свою роль люди побежали везде их скупили была я в нескольких магазинах причем там какая-то была странная тема в подружке все стоит в золотом яблоке тоже хоть и немного но стоит а вот например в таких магазинах как магнит косметик просто пустые полки стоит одна пачка прокладок каких-то по-моему ларье которые японские которые как раз корпорация као к нам привозят и они стоят 600 рублей ну то есть супер дорого они раньше были дорогие но сейчас понятное дело что цены повысились прям дорого стало и вот стоит эта единственная пачка прокладок и перед этим стендом стоит женщина вместе со своим мужем и вот так вот на весь магазин говорит что-то типа Валера а куда я теперь буду менструировать и Валера даже ее не понял он говорит что она говорит куда я теперь буду менструировать и не подумайте я вам эту историю рассказываю не потому что я какая-то ханжа и пытаюсь посмеяться над этой женщиной просто это такая фраза которая мне кажется немножко я никогда такого просто не слышала именно такого так скажем согласования хотя с другой стороны вроде бы наверное грамматически грамматически эта фраза правильная пожалуйста не волнуйтесь у нас кстати очень многие бренды тоже которые делают средства гигиены они имеют заводы в России например та же Белла которая вообще-то это польский бренд насколько я знаю принадлежит польской компании у них есть заводы в Новосибирске и даже в Подмосковье у них есть заводы так что без средств гигиены точно не останемся но это я к чему а к тому что достаточно давно уже где-то месяц назад я попробовала вот такую вот вещь это бренд Котакс который когда-то был чешским по-моему сейчас он принадлежит вроде американской компании и они выпустили вот такие вот странные вещи это ночные трусы то есть это как женский подгузник прям настоящий подгузник и многие бренды тоже выпустили подобные вещи то есть вот недавно как раз я была в подружке и у них стоят точно такие же вещи от какого-то корейского бренда от какого-то вроде их собственного бренда LPK вот у подружки есть собственный бренд и это такая странная вещь то есть давайте мы с вами откроем я вам покажу что это такое мне на самом деле предвосхищая вот это вот все эта вещь понравилась но она довольно такая неоднозначная в общем это два женских подгузника здесь две штучки в одной упаковке и раньше они стоили по 129 рублей в золотом яблоке сейчас они стоят по-моему уже по 199 то есть буквально вы одну штуку покупаете за 100 рублей это конечно я считаю очень дорого ну как бы да вот такая вот ситуация выглядит это вот так и это как бы универсальный размер то есть они вот так вот растягиваются во все стороны и это замечательная вещь на ночь то есть когда вам у вас есть всякие опасности по этому поводу которые сопутствуют тому что происходит ночью когда вот у вас эти дни вот это вот здорово вас предохраняет от всяких возможных протеканий они супер удобные они супер мягкие но что в них плохо это то что во-первых они дорогие а во-вторых это то что это немножко не экологично вот согласитесь у нас сейчас все бренды вроде топят как-то за экологию такие вот меньше всякого пластика меньше вот этой бумаги там использовать надо меньше прокладок надо использовать но в то же время выпускаются вот такие вот вот такие вот вещи которые ну понятное дело не очень-то экологичные но с другой стороны в них есть и плюсы это то что поскольку они очень большие и очень удобный вы их в теории можете носить ну там часов 5-6 и все с вами будет хорошо вам будет хорошо комфортно и уютно поэтому если вы никогда не видели вот таких вещей я вам просто рассказываю что они сейчас существуют может быть кому-то это пригодится но не знаю кстати кодекс сейчас еще будут на рынке или нет вот такие вот средства продавать но по крайней мере я видел в подружке что есть просто другие бренды которые тоже вот такие вот штучки продают поэтому если вы не знали что оказывается теперь есть подгузники настоящие вот такие вот можно сказать ну менструальные подгузники вот так это можно назвать то вот есть такая вещь интересная кстати еще по поводу всех вот этих вещей я как будто знаете я как будто отвечаю на вопрос вот этой женщины из магнит косметик что сейчас можно сделать если вот прям начать паниковать хотя на самом деле сейчас реально во многих магазинах есть все средства женской гигиены по нормальным ценам то есть по ценам ну может быть немножко поднявшимся но по крайней мере они не какие-то прям совсем уж безумные чтобы ну прям паниковать и бежать скорее все скупать есть еще конечно всегда варианты вот таких вот многоразовых трусов которые продаются на многих маркетплейсах не волнуйтесь это у меня совершенно новенькие я их в свое время заказывала с iherb вот упаковка и у меня есть такие которые не новенькие и я вам показываю абсолютно новенькие так что не пугайтесь что это такое это трусы которые так и называются менструальные трусики например они многоразовые то есть это как обычные трусы но они уплотненные и вот здесь вот находится особый уплотненный материал который все впитывает вы их можете ночью носить вы их можете днем носить они не протекают ничего с ними не происходит и они вам прекрасно заменят всякие одноразовые средства женской гигиены их можно найти на озоне ну там есть разные бренды и на wildberries по моему тоже такие есть поэтому если вы сейчас очень сильно переживаете что вдруг средства гигиены кончится вы можете пойти просто на маркетплейсы и купить себе там несколько пар вот таких вот трусов которые можно прекрасно стирать в стиральной машине и ничего с ними абсолютно не произойдет и в общем не волноваться больше по этому поводу а также еще есть менструальные чаши поэтому если у вас как бы тоже вот такой вот страх вы можете попробовать менструальные чаши это для тех кто любит пользоваться тампонами и соответственно хочет чем-то заменить хорошим тампоны тем более что менструальные чаши они гигиеничные они не одноразовые а многоразовые вы их можете использовать много-много лет и кроме того они еще и экологичные И потому что, опять же, используется много лет. Вот такой вот разговор. Теперь все мужчины могут вернуться к экранам и смотреть дальше. Ребята, хочу вам сказать, что что бы ни случилось с Ютубом, вы меня всегда можете найти в Телеграме и также в группе ВКонтакте, в которой скоро тоже будут выходить видео. Так что это прям очень важно. Пожалуйста, подписывайтесь. Все ссылки будут в инфобоксе под этим видео. Прям подписывайтесь прямо сейчас. Ничего не надо ждать. Прямо сейчас заходите и жмите на кнопочку подписаться. Еще из того, что понравилось, вот такое вот мыло Невея. Это мыло для лица, которое называется Ван де Ба. И это как бы мыло для лица, которое в формате твердом. Вот так вот это опишем. Мы все с вами привыкли к пенкам для умывания. Мы привыкли к гелям для умывания. Но на самом деле сейчас прям самый популярный формат это вот такое вот сухое твердое мыло. На самом деле этот формат ни разу не какой-то новый, потому что, например, в Японии куча брендов давным-давно делает вот эти вот варианты мыла для лица. Я даже вам показывала много раз. Я с удовольствием сама такими вещами пользовалась. И у корейских брендов тоже такие варианты есть. И чем они хороши, это тем, что вот такого мыла вам хватит супер просто надолго, потому что оно крайне медленно расходуется. То есть вы берете, чуть-чуть вот намылили руки, все это на лицо нанесли. И это намного более получается экономично, чем, например, ну какая-то вот большая бутылка геля для умывания. У Нивей вышло три варианта. Я купила два, потому что третий вариант был, по-моему, для жирной кожи. И пока попробовала только один из них. Это вот такой вот, который для сияния лица с экстрактом розы и витамином Е. То есть это вариант такой для сияния, для нормальной кожи и, может быть, для кожи комбинированной. Ну для сухой уже, ну, наверное, не очень подходит, потому что может чуть-чуть подсушивать. И второй вариант у меня для чувствительной кожи с маслом виноградной косточки и также без аромата. Ну, правда, и здесь тоже аромат не абы какой там жесткий, но, во всяком случае, это прям классная вещь. Хорошо отмывает лицо, хорошо снимает всякие загрязнения, но, с другой стороны, конечно, это не предназначено для снятия макияжа. И это просто такой вот вариант на каждый день. То есть он не делает пилинг, не делает ничего особенного, но просто для того, чтобы умыться и для того, чтобы надолго купить вот себе вот такое одно средство, это действительно хорошая вещь. И, кстати говоря, стоит вот такое мыло сейчас 433 рубля. Тоже можно купить на всяких маркетплейсах. Дальше хочу вам рассказать вот про этот шампунь и бальзам. Это бренд, который называется Ocenic Beauty Concept. И это бренд, про который мы с вами говорили, помните, когда мы его находили во всяких бьюти боксах. То есть я сама эти шампуни и бальзам не покупала. Я бы, наверное, не стала бы покупать, потому что то шампунь и то бальзам стоили по 2500 рублей. Они недавно заходили вот на российский рынок с такой прям большой помпой. И это профессиональный бренд для волос, который как бы позиционируется как созданный самыми классными колористами и парикмахерами в мире для того, чтобы вот прям профессионально ухаживать за волосами. И, кстати, он продается во всяких хороших таких салонах парикмахерских. Но на самом деле это бренд компании Henkel, который известен тем, что вообще-то они производят клей, они производят всякую бытовую химию. И это очень странно. А еще у них есть свои бренды, которые бытовой такой химии, косметической, всякой промышленности, косметической химии, так скажем, которые тоже не очень дорогие. Но здесь они пошли в какой-то проф, в какой-то вообще люкс, и выпустили вот такой вот новый бренд. Хотела вам с вами, собственно, поделиться своими впечатлениями от этого шампуня и бальзама. Они очень неплохие. Но это все. То есть я бы сама не стала поплатить 2,5 тысячи рублей. Сейчас, конечно, уже больше они будут стоить за вот такой вот шампунь и бальзам. Это, кстати, версия для волос окрашенных. Это для окрашенных волос, для того, чтобы придавать им сияние и нежно за ними ухаживать. Реально неплохой шампунь, неплохой бальзам. Волосы не сушат хорошо, так их увлажняют, делают блестящими, но просто они не делают ничего особенного за такие деньги. Поэтому как-то я не особо поняла и не особо этим брендом пока что впечатлилась. Ну и слава богу. И теперь не надо переживать, что типа, ой, как много денег надо потратить на такой классный шампунь, который мне так сильно понравился. Вот теперь не надо, потому что он весьма средненький. А вот какой шампунь реально классный, это вот такой вот от корейского бренда Lador. И это шампунь, который супер мягкий, он с маслом органы, и также он с низким уровнем pH. Чем он хорош? Это тем, что он прям супер мягко отмывает волосы. Если у вас волосы жирные, вам скорее всего он не понравится, но если у вас, например, я имею в виду кожа головы жирная, если у вас наоборот волосы сухие, вам нужно что-то такое мягенькое, вы не любите какие-то жесткие шампуни, такие, которые, знаете, все прям вымывают, или если у вас волосы поврежденные, вам вот этот шампунь понравится, скорее всего, очень сильно. И здесь почти литр этого шампуня, 900 миллилитров. Я в свое время покупала в Золотом Яблоке, но сейчас там он какой-то сильно дорогой, а на маркетплейсах он есть за 1300 рублей. Учитывая то, что здесь он литровый, если вы любите, как бы, шампуни такие, не совсем какие-то масс-марки, то я уверена, что это для вас нормальной ценой покажется, потому что все-таки литр за 1300 рублей, это действительно такая более-менее адекватная цена для хорошего шампуня, которая не из категории масс-маркет. Дальше у нас из вещей, которые понравились, это мыло от бренда Патисончо. Помните, недавно я вам показывала от них рассылку? И вот это мыло целое, потому что я его не использовала, я уже, кстати, потеряла упаковку, так что не знаю, что это конкретно, но какое-то оно цитрусовое, по-моему, именно это мыло. А я использовала другое, которое называлось Blue. И это такое потрясающее, такое классное мыло. Она настолько божественно пахнет, она настолько хорошо мылится и создает такую нежную пенку, которая не сушит кожу, и между тем все равно хорошо все промывает. Просто восхитительное мыло. Но единственный минус в том заключается, что так как все виды мыла у них вот такие прозрачные, глицериновые, они прям быстро смыливаются. То есть вот такой вот кусочек мыла у них сейчас стоит на сайте, по-моему, рублей 400 с лишним. И это прекрасный подарок кому-то, потому что оно божественно пахнет, и оно такое приятное, но как бы быстро оно достаточно расходуется, расходуется, и в этом, конечно, минус. Но если вы искали какую-то замену Лашу, например, или другим брендам, которые выпускали всякое интересное мыло, то Патисонча это прям вообще отличный просто бренд. А еще спрашивали про вот такой вот крем для рук, тоже из той рассылки. Крем для рук, который с бергамотом, елками, табаком, и также красной секвой. Отличный просто крем для рук в симпатичной упаковке. Он прям довольно дорогой такой у них, он 1200 рублей стоит, но здесь достаточно тоже большой объем. И, кстати, делают они это все в Санкт-Петербурге. То есть это российское производство. Отличный просто, но я его использую на тело, потому что мне настолько много крема для рук не надо, поэтому с удовольствием просто наношу на тело и вообще наслаждаюсь. Крем для рук такой он плотненький, хорошо увлажняющий, и придающий вам вашей коже просто восхитительный запах. Немножко такой сладковатый, какой-то елочный, и чуть-чуть такой цитрусовый. Вообще просто отличный аромат. Также из того, что в последнее время особенно понравилось, это тени Эллен. Вот прям насмотриться на них не могу, но такие хорошие тени. Стоят сейчас уже подороже, чем раньше, 790 рублей. Я сейчас их видела, они стоят, но настолько это красота. Я вам реально уже рассказывала, что это прям аналог люкса, очень классный, и чем хороши эти тени, что они максимально пигментированные. Здесь у меня, кстати, два варианта, вот эти из постоянной коллекции, и вот эти из лимитированной коллекции, которая у них выходила совместно с Марией Вискуновой. Вот эти мне, кстати, больше нравятся по цвету, потому что они такие более розовые. В общем, в чем плюс теней? В том, что они супер пигментированные, они стойкие, но при этом их еще можно растушевывать, даже когда они у вас уже застыли. То есть они кремовые, но когда вы их наносите на кожу, они превращаются в такую немножко пудровую текстуру, между тем сильно стойкую. И вы можете прям кистью их дальше тушевать и тушевать. И ничего с ними не будет, они никуда у вас не отпадут, просто будет все удобно и хорошо. Еще очень понравились вот такие духи. Это тоже из рассылок. Это была рассылка на 8 марта от бренда Ифроше, которая называется Mon Rouge Bloom in Love. Я, кстати, не нашла у них на сайте вот этих вот духов. Это твердые духи. Здесь 9 грамм. Но на самом деле, я их на себя не мажу. Я просто их нюхаю. Они у меня стоят на столе. И здесь в составе, ну в составе аромата Жесмин, Нироли и также Бергамот. Они такие яркие, цитрусовые, но в то же время прям нежненькие. И этот аромат сейчас очень сильно повышает настроение. У них есть эти ароматы, естественно, в варианте обычных духов, то есть в жидком формате. Но просто вам хотела сказать, что вот мы их с вами в рассылке открывали, и они действительно супер классные. То есть настолько приятный, настолько какой-то жизнеутверждающий аромат. И вот такие вот вещи, они, конечно, все равно нужны, когда вы чувствуете, что вы прям унываете, когда совсем у вас нет никакой возможности как-то порадоваться, это всегда хорошо, хоть так попробовать себе немножко радости придать, принести что-то приятное, понюхать на многих, потому что это очень хорошо действует. То есть на меня обычно запахи действуют сильно. Если это, например, аромат лаванды меня сразу клонит в сон, если это какой-то яркий цитрусовый аромат, то наоборот он придает энергии, придает такое хорошее настроение. И если на вас тоже запахи действуют сильно, то тогда попробуйте такой небольшой лайфхак применять. Просто даже можно порезать какой-нибудь лимончик или апельсинчик на кухне, понюхать, и сразу у вас настроение чуть-чуть улучшится. Еще из вещей, про которые вам хотела рассказать, вот про эту вещь прям давно хотела рассказать, и никак руки не доходили. Это бренд We Are Paradox. Это бренд английский, вроде, насколько я знаю, и мы первый раз его нашли с вами в каком-то адвент-календаре, по-моему, в адвент-календаре от Cult Beauty. Мы нашли вот такую вот маску, которая называется маска просто меняющая правила игры в маленьком формате, и она мне настолько понравилась, просто она была такая классная. Здесь какая-то очень большая, какая-то концентрация всяких масел растительных, которые делают волосы прям шелковыми, прям супер блестящими. Она такая насыщенная, она такая плотная, эта маска, и она пахнет такими какими-то травами, так хорошо. Прям потрясающая маска. И я ее заказывала потом на, по-моему, Look Fantastic. Она ко мне шла там просто сто лет, но все-таки пришла. И я с огромным удовольствием ее уже почти использовала. Вот такая вот большая банка. Здесь 200 миллилитров, и мне кажется, я ее заказывала где-то за 2000 рублей, но опять же, это было сильно-сильно давно. Сейчас я проверяла на сайте Cult Beauty, она стоит каких-то уже совершенно безумных денег, 4800 рублей. Но с другой стороны, Cult Beauty, и все английские сайты сейчас все равно в Россию не доставляют, так что можно и не переживать по этому поводу. Но маска просто обалденная, поэтому если вы живете в какой-то стране, где вы можете ее приобрести, могу вам посоветовать ее попробовать, потому что она действительно классная. Но с другой стороны, я вам совершенно не советую пробовать вот такой вот увлажняющий шампунь от этого же бренда. Он у меня здесь сломанный, потому что он изначально пришел почему-то сломанный, здесь помпа была сломана, но это не беда, я его раскручиваю и просто пользуюсь им как бы вот прям из баночки. Но это настолько ужасный шампунь, просто чудовищный. Он стоил, мне кажется, две с половиной тысячи рублей. Кстати, здесь еще интересные вот такие железные упаковки у этого бренда всего. Но он настолько плохой, я такого плохого шампуня давно не встречала. Здесь написано, что это увлажняющий шампунь для превосходного увлажнения волос с органовым маслом. Это шампунь как будто просто, знаете, за 30 рублей. Откуда-то из перехода. Это как будто средство для мытья посуды. Он вымывает все. Любой жир с ваших волос, любое там вот это вот свое какое-то масло на волосах. У вас волосы просто как солома. Я такого не встречала, мне кажется, еще никогда. Вот только в далеком-далеком детстве, когда, ну, по понятным причинам, многие шампуни были достаточно плохого качества. Тем более, такие вот прям сильно дешевые. Но это просто кошмар. Реально, две с половиной тысячи он стоит. И это самый ужасный шампунь, наверное, за всю мою жизнь. Пожалуйста, его не пробуйте. Если вы хотите попробовать какой-то хороший бренд для волос, то вы можете попробовать вот этот, но начать лучше все-таки с их масок, с их масок, которые действительно классные. Еще из хорошего сильно понравился вот такой вот новый тональный тинт. Это именно тинт от бренда Shiseido. Его так сильно хвалили в западном интернете. Многих блогеров я западных видела, которые прям говорили, что вот это, это просто такая находка, это тональный крем года. Я как-то так смотрела. Ну, знаете, всегда, всегда хочется самому проверить. Ты когда смотришь, то прям многие хвалят. Все равно бывает такое, может быть, может быть, это вот что-то всем прислали. Они поэтому так хвалят. Но на самом деле, это действительно потрясающий просто тональный тинт. Это именно тинт, потому что у него суперлегкое покрытие. И он такой сильно сияющий на коже, но при этом сияющий в хорошем смысле. Не каким-то таким жирным сиянием. И я вам его скоро покажу в видео про классные тональные средства, которые в последнее время мы с вами нашли в разных косметических категориях и в бюджетных, и в более дорогих. И там мы с вами его уже посмотрим более пристально на лице. Кстати говоря, стоит он сейчас, он есть в золотом яблоке, этот тональный тинт. И сколько же он стоит? Давайте проверим. 3705 рублей. Мне кажется, что я его покупала в свое время, наверное, тысяча за две, но точно не больше. И что у нас последнее? Последнее у нас из интересных вещей за последнее время. Это вот такая вот палетка Черная Москва, которую мы с вами недавно пробовали. И она нас сильно удивила, потому что в ней были и минусы, но были и плюсы. И почему я вам хочу ее показать? Потому что я распробовала совершенно восхитительный оттенок из этой палетки. Это вот такой. Я просто не могу молчать про этот. Оттенок это самый настоящий, топовый, чуть-чуть сияющий, такой серо-какой-то, фиолетово-бежевый оттенок, который здесь идеально подходит вот в эту подборку для смоки. То есть здесь вот такой темно-синий, который на самом деле больше даже какой-то черный. Вот такой вот синий, который тоже больше какой-то как черный выглядит, такой черно-скорее серебристый цвет. И вот этот вот топовый, он просто настолько красивый. И на самом деле эта палетка для меня открывается какими-то своими новыми гранями. То есть она супер неоднозначная в том смысле, что на первый взгляд она вам может совершенно не понравиться. На первую пробу она вам может даже не понравиться, потому что здесь некоторые оттенки чуть сложно растушевываются, особенно вот этот прям вообще сложные в растушевке. Но если вы проникнетесь, если вы как бы поймете вот эту задумку этой палетки, то есть что вот это вот зеленый такой макияж, вот это чисто смоки и вот этот более такой дневной уже макияж. А еще, кстати, вот так вот можно тоже комбинировать все эти цвета, то тогда вы скорее всего ее полюбите. В общем, сегодня вышло какое-то немножко сумбурное даже видео. Видите, меня как-то вот взволновало. Меня взволновала эта история вся с прокладками, что просто такая была какая-то массовая паника. И у меня даже подружка, с которой мы по магазинам ходили, она такая, нет, а я куплю себе запас сразу, я себе запас тампонов куплю, а то вдруг правда кончится. Ну, в общем, не поддавайтесь, пожалуйста, панике, потому что если вы будете скупать все эти тампоны, все эти прокладки, то, конечно, они все кончатся, и тогда все остальные тоже уже будут паниковать. И сегодня в ролике я вам предложила некоторые решения этого сложного вопроса. Надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было полезным и интересным для вас. Свинончик с вами прощается. Свинончик, тебе видео было полезным? А он говорит нет. Он говорит, ничего не надо из этого видео. Вот если бы ты обозревала кошачий корм, вот тогда бы было весело, хорошо и более чем интересно. В общем, я вам сегодня желаю хорошего настроения и помните о том, что все трудности в конце концов преодолимы, все проблемы в конце концов решаемы. Так что не волнуйтесь, не паникуйте. Как всегда, сохраняем спокойствие, работаем, трудимся, учимся, живем, и мы надеемся, что скоро все наладится. Спасибо вам большое и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok